Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я нахожусь в Иерусалиме, прямо за мной Елеонская гора. Вы видите руины, камни, ступени и колоннады. Это ступени Алдамы. Их назвали в честь пророчицы Алдамы. Несколько месяцев назад, когда я молился, то получил откровение, о котором я рассказывал в некоторых церквях, когда был в Штатах. Я решил поделиться ими с вами и на фестивале Манны, особенно потому, что наша передача выходит во всем мире. Я увидел три вещи, которые есть в Библии. Они находятся как в Ветхом, так и в Новом Завете. Кроме того, они повторялись даже в наши дни. И это касается того, как Дух Святой движется в трех фазах. Я хочу, чтобы вы оставались со мной, потому что я поделюсь с вами важными моментами в ближайшее время. Я дам вам три ключевых слова. Первое — это возрождение. Второе — пробуждение. А третье — излияние. Я повторю еще раз, чтобы вы могли записать сразу. Первое — это возрождение. Второе — это пробуждение. И третье — это излияние. Иногда все эти три вещи идут вместе. Но когда мы начнем рассматривать все три вещи с библейской точки зрения, то все они являются важными в своих сферах. Во-первых, я хочу поговорить о слове «возрождение». Многие из вас не особо знакомы с нашим служением, особенно если вы с Запада, где мы только недавно начали выходить в эфир. Возможно, вы не знаете моей истории. Я хочу вкратце рассказать ее вам. Я был призван на служение в 16 лет во время ночного молитвенного служения в церкви моего отца Вирджинии. С 18 лет я пошел на курсы колледжа Кливленда, что в Теннесси, и продолжал свое обучение в дороге. Когда начали происходить те события, которые мы называем «возрождением». Возрождение — это локальное событие. Оно происходит в одной местности. Возрождения были чудесными. В 18 лет я вел возрождение, которое длилось три недели подряд. Сначала людей было мало. Но под конец этого возрождения здание было набито людьми. После этого я отправился проводить другие возрождения. Моя жизнь по определению Нового Завета была жизнью евангелиста. Это греческое слово означает «человеком», который провозглашает благую весть. Евангелист — это тот, кто приводит души к покаянию. Это мужчины или женщины, которых Господь призвал для того, чтобы отправиться в конкретное место и провести там евангельское собрание. Некоторые из моих собраний длились 11 недель подряд. Например, в городе Фолл, Теннесси, в Дейзи они длились 7,5 недель, в Далтоне — 5,5 недель, в Челаске, штат Вирджиния — 3 или 4,5 недели. И это не были лишь служения по средам и воскресеньям. Это были возрождения, которые продолжались ежедневно. Мы едва успевали передохнуть. На самом деле, однажды я проповедовал 16 недель, и у меня был лишь один выходной, когда пошел снег. Возрождение. Если посмотреть в Новом Завете... Филипп был евангелистом, который прошел в Самарию и там начал проповедовать. И вот что Библия говорит в 8 главе Деяний. «И была радость великая в том городе». Обратите внимание на то, что радость была результатом того, что происходило во время Возрождения. Библия говорит «Возради нас, Боже, чтобы народ возрадовался вновь». Возрождение — это возрождение внутреннего духа тех, кто духовно спал. Например, если вы хотите увидеть возрождение в церкви, настоящее возрождение начнет возбуждать дух мужчин и женщин, которые спят, которые теплые. Внезапно на этих служениях начнут происходить вещи, которые заинтересуют их. Я помню нашу первую неделю во время Возрождения. Нам нужно было возродить святых, чтобы они приняли радость, и начали интересоваться Господом. А после этого все распространялось на семьи, на детей, на родственников, а дальше оно распространялось на общину. И часто, как это было в Деяниях, на этих собраниях происходили чудеса и знамения, и люди из общины узнавали об этом. Я никогда не забуду, как в 81-м году в Пью-Ласко, штат Вирджиния, я вел возрождение, которое длилось пять недель. И на третью или четвертую неделю, на выходных, более 400 молодых людей из местной школы пришли в церковь. И сила Божия сошла на каждого из них. Было такое ощущение, словно вихрь сошел на нас. Итак, есть возрождение. Сегодня мы не часто видим его, а знаете почему? Люди слишком заняты. Родители работают, они заняты. Дети также занимаются чем-то. Чир, лидерство, оркестр, спорт. Практически невозможно увидеть те возрождения, что мы видели раньше. Позвольте мне рассказать вам, почему возрождение важно. Мы с Дженсеном Франклином хорошие друзья. И мы обсуждали этот вопрос много лет назад. Когда мы росли в деноминации Церковь Божья, у нас были возрождения раз в месяц или в два месяца. И вот что происходило. Когда вы, будучи молодым человеком, позволяли своему духу немного остыть, и ревность по Господу начинала умирать, к вам приезжал горящий евангелист. Мой отец был пастырем, и поэтому евангелисты часто останавливались у нас дома. Я могу рассказать вам множество историй о том, как мы не спали, слушая проповедника по ночам. Я ложился спать в час или два ночи, проводя время с евангелистами, которые приезжали к нам в церковь. Он сказал так. «Когда ты становишься теплым, приходит муж Божий, исполненный ревностью и огнем, и он возрождает вас, возвращая вам огонь». И ты начинаешь говорить о Господе в школе. А вот почему возрождения так важны. Они бросают вызовы святым, побуждая их гореть для Бога, и возбуждая в них ревность по Господу. Роберт Вандермарт, который возит нас в Израиль, встретился со мной во время служения возрождения в Южной Калифорнии, в церкви Вестминстере, которая длилась четыре недели. Когда пастор сказал мне, «Мы будем проводить служение по средам и воскресеньям, это Калифорния, люди здесь не могут приходить каждый день». Я сказал, «Я не приеду». «Мы должны проводить служение с воскресенья по пятницу». Он не верил в то, что люди будут приходить всю неделю. Наверное, он смотрит этот выпуск. Флойд, они приходили каждый день на протяжении четырех недель. Роберт смеется, потому что помнит это. Это возрождение. Давайте перейдем ко второму, потому что есть еще третья фаза, которую нам нужно рассмотреть. Второе — это пробуждение. Исследователи говорят, что было около четырех пробуждений в Соединенных Штатах Америки. Например, Джонатан Эдвардс начал великое пробуждение, затем было пробуждение на севере среди афроамериканцев. Принято считать, что было четыре пробуждения. Вот что я скажу. Возрождение влияет на местный регион, город или общину. Но возрождение Браунов было чем-то большим. Его называли «возрождение», но оно было связано с пробуждением и третьей частью излияния. Разница между «возрождением» и «пробуждением» состоит в том, что пробуждение влияет на целую местность. Оно может повлиять на штат, например, на северо-восточную часть США, на западное побережье. Также было пробуждение на Азуза-стрит. Оно было в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Некоторые называют это «возрождением», потому что оно проходило в одном здании. Но Азуза-стрит стало настоящим пробуждением. Америку ждет пробуждение. Если вы исследуете все пробуждения в истории, в Британии, Европе или США, то они происходили, когда люди впадали в серьезный грех. Когда люди не следуют за Господом, не повинуются Ему, не ходят в церковь. Именно тогда Бог поднимает людей. Не забывайте, что возрождение и пробуждение всегда начинаются с человека. Был Диал Муди, был Уитфилд, был Сперджин. Сперджин был пастыром в Лондоне. Но тысячи людей приходили, чтобы услышать его пробоведи, и он принес пробуждение. Джонатан Эдвардс — еще один пример. Нам нужны пробуждения, и вот почему. Люди духовно мертвы внутри. Их дух должен пробудиться благодаря двум вещам. Первое — обличение Духа Святого. Оно показывает им, чего им не хватает. Когда вы не пробудились в Господе, у вас нет радости Господа. Когда люди пробуждаются, то это происходит потому, что они видят силу Божию в действии. Чудеса всегда следуют за пробуждениями. Можете прочитать Деяния 8 главу. Но чудеса спасения и освобождения, единства и любви всегда идут с пробуждением. После Гражданской войны началось пробуждение. А во время Гражданской войны среди северян и конфедератов также проходили возрождение. Многие не знают об этом, потому что мало кто об этом говорит. Но они крестили солдат. В лагерях южан и северян были слышны песни. Почему? Потому что они собирались идти на битву, и многие из них не вернутся с нее. Они знали об этом. Они обращались к Господу перед битвой, крестились в воде и обращались к Господу и Иисусу Христу. Это происходило с обоих сторон. Не только на юге, но и на севере. Есть книги и исторические документы, говорящие об этом. Я видел пробуждение, на которых по 400-600 людей каялось и крестилось в Духе Святом. И все это в одном месте. Именно так наше служение стало известным в Соединенных Штатах Америки благодаря удивительным возрождениям, которые давал Бог. Так появилось служение, голос евангелизации и служение Паристоуна. Пробуждения важны, потому что Америку ждет духовное пробуждение. Эти пробуждения придут, обратите внимание, когда проповедники начнут проповедовать Слово Божие в силе Духа Святого. Сегодня у нас много хороших проповедников. На христианском телевидении много мужей, которые учат Слово. Некоторые из них просто зачаровывают вас своей информацией. Я люблю смотреть на своих друзей-проповедников. Моя жена встретилась в воскресенье со служителями, которых она смотрит по телевизору. Но чтобы началось пробуждение, вам нужно бросить вызов социальной несправедливости, неверным весам стране. Неверные весы — это когда добро называют злом, а зло — добром. Люди выбирают одну группу и начинают относиться к ней по-особому. А потом они выбирают другую группу, которая им не нравится, и начинают относиться к ним иначе, требуя от этой группы, чтобы она иначе относилась к ним. Я вижу неверные весы в Вашингтоне, в политике, в нации. Единственный способ исправить это не с помощью криков по новостям. Этот кричит на того, тот кричит на другого, и начинается стычка. Они начинают говорить спорные вещи, дабы поднять рейтинги. Это должно прекратиться. У нас должны быть служители Евангелия, которые возьмут Слово Божие и станут за кафедрой, чтобы проповедовать в силе и власти, чтобы люди падали под помазанием Духа Святого в радости или бежали к алтарю, молясь и ища Бога по часу за раз. Может ли такое случиться? Конечно, может. Есть места, где это происходило. Я говорю о том, что возрождение приходит благодаря молитве и поискам Бога. А пробуждение приходит не только через это, но и благодаря голоду в людях, которые понимают, что есть нечто большее, в чем они нуждаются. Мы несчастны, все плохо, мораль падает, социум рушится, но пробуждение приходит, когда человеческий дух видит свет Божий. И с этим светом сила Божьего Слова приходит в помазание. И это побуждает людей обратиться. Большинство из вас знает, что у нас есть Warrior Fest. Он дважды проходит весной и один раз летом. Когда служитель призывает к покаянию, то эти ребята настолько голодные, что они бегут к алтарю и падают на лицо перед Богом. И час, а то и два, а порой даже три часа проводят в молитве. Нам приходится выносить их издания. А вот то пробуждение, которое способно изменить нацию. Далее, третья часть, которая очень важна, потому что Писание говорит о том, что это случится. И эта третья часть называется излиянием Духа Святого. У нас бывают возрождение, пробуждение и излияние. В книге Иоиле 2 главе говорится, «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Если бы у меня был полный стакан воды, и я бы ударил его локтем, то вода бы разлилась. Это была бы случайность. Но если бы я взял этот стакан воды и решил вылить воду из него, то я сознательно принял решение вылить воду. Мне нравится фраза «излияние», потому что оно означает «дождь, который сходит с небес». Вирджинии и Теннесси мы называли это «ураганным ливнем». Это когда дождь цельет с такой силой, что прочищает все трубы и улицы. «Излияние Духа Святого». Оно включает в себя три вещи. Во-первых, сыновья и дочери. Здесь имеются в виду молодые люди. Кроме того, это включает в себя слуг и служанок. Слуги — это пожилые мужчины, а служанки — пожилые женщины. И оно также включает в себя сны и видения. Старцы будут видеть сны, а юноши видеть видения. Наверное, я старею, потому что не вижу столько же видений, сколько раньше. Но я вижу много снов. Один человек сказал мне много лет назад, «Пожилые часто мечтают о том, что было, а молодые представляют то, что будет». И это может быть правдой. Но я считаю, что эти сны касаются сверхъестественных посещений от Бога, в которых человек видит то, что случится в ближайшем будущем. Многие из вас знают об этом, но я помню, как в 1998 году во Флориде увидел видение, не сон, а видение, всемирного торгового центра в черных тонах. Я не знал, что это означало. Затем я увидел пять серых торнадо, которые шли от здания. Через полгода я увидел сон, который был похож на видение. Я был в городе и услышал, как люди говорят, грядет буря. Я увидел, как афроамериканцы начали молиться в церкви. Я увидел, как латиноамериканцы и белые вместе молятся. Они молились по своим этническим группам. Я помню, как эти серые торнадо с бумагой и банками от Кока-Колы пошли туда. Я даже не представлял, что это было связано с падением башен близнецов. И когда они падали, я наблюдал за этим по телевидению. Мои помощники знают, что я попросил художника нарисовать это видение. И потом я принес эти рисунки и показал Там была изображена атака террористов. Я не знал об этом. Торговый центр пал, и после этого по улицам начали двигаться серые торнадо. Две башни упали и подняли пять торнадо. Иными словами, упало две башни, и еще три здания пострадали от этого. И это были те пять торнадо, что я видел тогда. Бог дал мне видение. Я не хочу отходить от темы, но я также видел цунами. Это были ужасные видения с цунами в прибрежных районах. Некоторые спрашивали, может ли это быть признаком излияния духа? Я говорю, нет. Лично я считаю, что они будут буквальными. Я знаю, что на основании Писания Бог изольет свой дух на всякую плоть. Это цикл излияния. Когда начнется излияние, то мы увидим проявление космических масштабов на солнце, на луне и на звездах. Когда это случится, то будут молодые люди, которым Бог даст видение. Люди будут видеть сны, и это будут сны со значением. Они будут сбываться. В этих снов будет истолкование, которое будет означать нечто. Но услышьте меня. Евангелие проповедовалось по всему миру, как сказано в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе, особенно через христианское телевидение, а также через чудесные церкви во всем мире и в разных странах мира. Но грядет величайшее излияние Духа Святого, которое будет идти в паре с молитвой на молитвенном языке Духа Святого. Библия называет это говорением на языках, истолкование языков, пророчества, дары Духа. Все это должно случиться, и это должно случиться, потому что об этом говорится во второй главе Иаиля, а затем повторяется во второй главе Деяний. И в Деяниях Петр говорит, и будет, что в последние дни я и залью Дух Свой. Дух Святой пробудит сердца людей. А вот что случится. Будут местности, где начнутся возрождения. Это будет в сельских церквях, и в больших церквях нас ждут пробуждения и молитвенные встречи. Затем Дух Святой будет использовать этих людей, чтобы возбудить сердца людей через проповедь и учения, и принести пробуждение. И через пробуждение придет последнее, третья фаза, излияние Духа. И вот что я хочу сказать. Прежде чем наступит скорбь, если вы читали Иаиле вторую главу, произойдет излияние. Оно будет до наступления великого и ужасного дня Господнего. Последний признак того, что Иисус придет и придет вскоре, это глобальное излияние Духа. И оно уже началось. Дамы и господа, мы живем в последнее время. Великое знамение, говорящее о возвращении Христа уже близко. И наше служение видит, как это происходит по всему миру. 200 тысяч человек были крещены в Духе Святом нашим служением. Вся слава за это принадлежит Богу. Спасибо, что были со мной. У нас есть новое предложение, и я хочу, чтобы вы получили его. Оно помогает нам выходить в эфир, а также будет благословением и для вас. А после этого я расскажу о том, куда мы приедем. Оставайтесь с нами на фестивале Манная. Знаете ли вы множество тайн рая, временного дома духов и душ, которые умерли во Христе, которые находятся на третьем небе? Новая книга Перри Стоуна «Тайны третьего неба» рассматривает самые интригующие и загадочные вопросы о третьем небе? Можете ли вы, будучи верующим, ответить «Тайны» Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»!